Первый ход, мы должны сходить красным игроком на соседнюю карту местности, выполняем этот ход. Берем карту из колоды, нам выпадают ножницы, выложим их на свободное место под нашим александром. Второй ход, ходим зеленым игроком, у нас дуэль, берем карту из колоды, первую зеленому игроку, вторую красную игроку. Открываем. Нам выпал бронированный голем и бумага, нам нужно обмиться от бронированного голема, но у нас нет карты, бумага не отобьешься, поэтому мы жертвуем лицей. Карту отправляем в сброс. Следующий ход, берем карту снова. У нас выпала карта местности, мы ее выкладываем на свободное место и выпала лицарь. Берем снова карту, место карты местности, нам выпал голем и рыцарь. Есть два варианта, первое пожертвовать рыцарем, второе отбиться от него, мы жертвуем рыцарем. Но нет, зеленый игрок решил отбиваться, он берет ножницы и убивает голема. Голем идет в стопку уничтоженных для зеленого игрока, а рыцарь пополняет команду зеленого игрока. Мы опять не ходим, на дуэли можно это делать. Берем карты, переворачиваем, но теперь первую карту берет красный игрок. Камень и голем. Голем убивается и ложится актив красному игроку, камень убирается в сброс. Входим зеленым игроком. Берем карту, нам выпадают ножницы, пополняем коллекцию трофеев. Входим красным игроком. Бумага, можете ее неоткуда, потом отправляемся в сброс. От зеленого игрока. Снова ножницы, пополняем трофеями. От красного игрока, теперь дуэль. Первый берет карту красный игрок, второй зеленый игрок. Бронированный голем, опять нам нечего его убить, нам нужен камень. У красного игрока только ножницы. Жертвуем и трофеями и рыцарями. Следующий ход зеленого игрока. Он не ходит, он снова на дуэли. Открываем. Получаем целых две карты местности, выкладываем их на место и берем новых две карты красному и зеленому. Открываем. У нас снова две карты местности, положим на место карту с фундуком и берем карту для зеленого. Две одинаковые карты, двое ножниц. Снова берем по одной карте. Зеленому, красному, открываем. У нас бумага и камень. Бумага берет камень, но ложить их некуда, поэтому мы отправляем экспресс. Следующий ход. Мы никуда не уходим, у нас дуэль. Красный и зеленый игрок берут по карте, открываем. У нас бумага и рыцарь. Рыцарь идет в команду зеленому игроку, бумага отправляется в сброс. Вот зеленого игрока. Выпадает камень, положим в трофеи. Хоть красного игрока. Опять берем. Открываем. Два голема. В этой ситуации мы должны взять еще по одной карте. Красному. То есть, точнее, зеленому. И красному. Открываем. Снова два голема. Значит, надо взять еще по одной карте. Зеленому. Красному. Открываем. Ловушка и бумага. Бумага идет в трофей к зеленому игроку, а ловушка должна идти в трофей к красному игроку. Но у нас некуда ее уложить, под лицарем нет места. Поэтому все карты отправляем в сброс. Входим к красному игроку. Берем карту. Голем. Убиваем его. Голем идет в актив красному игроку. У нас уже целых два убиты голема. Они нам понадобятся для подсчета очков на целью. От зеленого игрока мы попадаем на сундук. Если выпадает карта с сундуком, мы должны сбросить одну карту трофеев. Обязательно. И взять одну новую карту. Нам выпадает камень, и он пополняет наши трофеи. От красного игрока берем карту. Бумага. Придется взять бумагу. От зеленого игрока. Берем карту для зеленого игрока и карту для красного игрока. Бумага и ловушка. Бумага идет в актив. Зеленому игроку ловушка в запрос. От красного игрока он идет на сундук и сбрасывает ненужную бумагу. И берет новую карту. Карта местности выкладываем. Снова берем карту. Голем. Нам нечем отбиться. У нас нет трофеев. Поэтому наш рыцарь сбегает. Считаем очки. Два голема, два очка у красного игрока. Бумага не идет в актив зеленому игроку. У зеленого игрока раз, два, три, четыре трофея. Четыре очка. Пять рыцарей. Уже девять очков. И один голем. Итого десять. Зеленый игрок у нас выиграл.